Здравствуйте, меня зовут Дарья, мы в Литературном музее Кубани. Сегодня я хочу вам рассказать о учебных заведениях, которые существовали до революции в городе Екатеринодаре. Я специально не буду вам называть, что сейчас находится на данном месте, какие учебные заведения до сих пор существуют, какие были сделаны новые. Единственное, что могу предложить вам отгадать, какие места здесь изображены. И, конечно же, скажу, что Александровское реальное училище – единственное здание, которое не сохранилось, но зато все остальные сейчас мы можем видеть в городе Краснодаре. Также хочется познакомить вас с очень интересной выставкой, представленной здесь, посвященной повседневным предметам жизни студентов, школьников, гимназистов и девушек-мариинок. Здесь, например, представлены очень интересные открытки, посвященные пасхальной теме. Они дореволюционные. Здесь мы можем видеть также интересные открытки, посвященные языку цветов. По ним девушки могли понять, когда им подарили какой-либо цветок, что он обозначает, что хотел бы сказать даритель. Конечно же, девушки-гимназистки много читали, увлекались журналами для хозяек. То есть мы видим, что идет такая преемственность, и сейчас мы тоже читаем такие подобные журналы, но это существовало и ранее. Девушки были достаточно образованы. Они играли на фортепиано, знали, конечно же, ноты, читали популярные издания, например, «Чарская за что». По окончанию учебы они получали подобные знаки, отличия. Такой симпатичный голубой бантик с медалью. Также любопытна данная полка. Здесь представлена, например, тетрадь. Она уникальна тем, что это обычная тетрадь, в ней писали дети, в ней писали студенты. Но у нее существовала такая наклейка, которая покупалась в книжном магазине. Это своего рода прототип сегодняшних наклеек, которые и существуют поныне. Здесь мы можем видеть предметы повседневной жизни, например, часы с бисерным чехлом, пуговицу от мундира. И, конечно же, очень много в нашей экспозиции представлено открыток. Очень любопытно вот это. У нее, у котика, двигаются глаза. Ну и завершая наш краткий обзор, хочется еще показать вам данный экспонат. Уникаленна тем, что это вызов родителей в школу. Милостливый государь, будьте любезны, не откажитесь побывать в гимназии. Есть нужда поговорить с вами об успехах и поведении вашего сына, ученика такого-то, такого-то. То есть такой вызов родителей, который существует и сейчас у некоторых родителей, очень любопытно. Спасибо вам большое, что посетили нашу виртуальную лекцию, мини-экскурсию. Ждем вас снова в Литературном музее Кувань.